402 метра за 12 секунд. Результаты иркутянина Александра Данилова на соревнованиях по драк-рейсингу называют лучшим в области. Сам гонщик скромничает, свой результат списывает на возможности автомобиля. Для любого человека, любого места, любого времени так знатоки характеризуют эту спортивную машину. Премьера Nissan GTR 35 год назад стала одним из главных событий на мотор-шоу в Токио, а сейчас он уже рассекает по дорогам Сибири. Это хороший результат. Я смотрел в интернете сколько. Примерно едут такие машины. Драк-рейсинг молодой, но очень популярный в России вид спорта. Дистанция фиксированная 402 метра. В заездах на Качугском аэродроме 50 любителей быстрой езды выясняли, у кого крепче нервы и надежнее машина. Уличные гонки события для драйверов значимые. В последний раз официально такие соревнования в Иркутской области проходили в 2006 году. Потом быстро ездить по дорогам общего пользования запретили. Для проведения гонок администрации Качугского района специально пришлось запрашивать разрешение в ГАИ. Шоу собрало не одну сотню болельщиков из Читы, Усоли-Сибирского, Шелихова, Ангарска и Иркутска. Автомобили выступали в четырех классах в зависимости от мощности двигателя. Когда-то эти машины были обычно миновитые, со стандартной начинкой под капотом. Месяцы кропотливого труда хозяев и вот доработанные легковые автомобили могут не то чтобы ездить по трассе, а летать по ней. Но даже у драк-рейсеров вопрос безопасности движения на первом месте. Каждая машина проходит технический контроль, каждый водитель проходит медицинский контроль и здесь как бы все зависящее в плане безопасности личной участников и зрителей находится на высшем уровне. Поэтому только могут быть поломки и какие-то непредвиденные ситуации с техникой. Организаторы надеются, что вскоре такие гонки можно будет проводить в Иркутском районе. Сейчас это невозможно по техническим причинам. Нужна специальная трасса с отличным покрытием. Так что пока место встречи драк-рейсеров – Катюкский аэродром. Яна Романова, Александр Мокин. Новости сейчас.